Алло. Илья Викторович? Да. Здравствуйте, меня зовут Анна, я являюсь специалистом клиентской службы СОЛЕРС. По поводу вашего обращения на горячую линию УАЗ. Удобно разговаривать? Да, да, да. Давайте поговорим. У вас был вопрос по поводу статуса ремонта. Статус ремонта не гарантийный в связи с тем, что механическое повреждение гарантии изготовителя не покрывается. Это я прочитал. А что такое механическое повреждение? Что имеется ввиду под механическим повреждением? Повреждение, полученное вследствие, возможно, удара и так далее. Вот, так там шутка в том, что удара-то не было. Вы знаете, я вот не технический специалист, поэтому... Вот, а можно не с техническим специалистом поговорить? Нет, я вам транслировала решение, принятое техническим отделом. Если вы с этим не согласны, вы тогда можете инициировать проведение независимой экспертизы. Да, это я все в курсе. Мне просто нужно разъяснение более подробное. Ну, там в любом случае обнаружено механическое повреждение и в связи с чем гарантия отказана. Да я... Это уже я слышал и читал не раз. Я хочу более подробную справку. Почему? Как мне этого избежать? Что такое механическое повреждение? Просто в моем понимании механическое повреждение — это внешний фактор, который воздействовал. То есть, там, удар какой-то, либо еще... Ну, то есть, что-то такое. А так как... Ничего такого не было, у меня это вызывает очень большие сомнения. Что имеется в виду под механическим повреждением. Ну, хорошо. О том, что такое механическое повреждение вы можете посмотреть в источниках, в интернете и так далее. А я вам только что объяснил, что такое механическое повреждение. Просто, видимо, у человека, который писал ответ на запрос по ремонту моего автомобиля, это у него какие-то свои просто отличающиеся от общепринятых понятий. Вот я хочу услышать комментарий. Почему так? Ну, к сожалению, это невозможно. Я вам транслировала принятие решения гарантийного отдела. Если у вас остались какие-то вопросы, да, несогласия, мы можем обсудить это в процессе проведения независимой экспертизы. То есть, я сейчас тогда заново повторю, значит, у меня на автомобиле вследствие езды никаких ударов не было, ничего такого, у меня лопнул мост. То есть, понимаете, да, на внедорожнике лопнул мост. Вот. Просто вот не было ни ударов об камни, ни какого-то другого внешнего воздействия. Просто от езды лопнул мост. И, значит, вы говорите, что это не является гарантийным случаем, так? Да, техническим специалистом было рассмотрено. Фотоотчет предоставленный дилером. И да, принято решение о том, что это является механическим повреждением и не гарантией. А можно тогда еще вопрос такой к вам. А для чего вообще предназначен данный автомобиль? Для езды только по асфальту? А вы, ну, как бы не совсем корректный вопрос ко мне, для чего предназначен автомобиль. А вы для каких целей приобретали этот автомобиль? Для того, чтобы ездить по плохим дорогам. Я именно для этого его приобретал. Так вот, от езды по плохим дорогам он сломался. Мне при покупке заверяли, что данный автомобиль предназначен для того, чтобы ездить по плохим дорогам. То есть, от нормальной эксплуатации он сломался. И мне, во-первых, меня очень сильно возмущает то, что сам факт такой поломки, и меня крайне возмущает отказ в гарантии. Угу. Я вас поняла, я вас услышала. В этом случае, если вы действительно сомневаетесь и не согласны с этим, тогда предлагаем вам проведение независимой экспертизы. Так мне интересно, вот есть какие-то условия гарантии, ведь так? Все условия гарантии описаны в сервисной книжке. В сервисной книжке описаны. Хорошо, скажите, секунду, я сервисную книжку открою. А, нет, она в дилере, блин, лежит. Ну, вы можете меня проконсультировать? Просто там должно быть четкое определение, что является механическим повреждением. Какое повреждение считать механическим? Нет, мы не консультируем по данным вопросам. Мы отвечаем на конкретно поставленный вопрос. У вас был вопрос по поводу статуса ремонта. Статус ремонта я вам озвучу. Нет, у меня был вопрос не статус ремонта, у меня был вопрос причина отказа в гарантии. Да, он сообщил, что это механическое повреждение. Угу. Тогда мне следующий вопрос. Чтобы избежать подобного, что является механическим повреждением? Если у меня машина развалится на части, просто возьмет, сама по себе развалится. Вы мне скажете, что это механическое повреждение, что это механическое повреждение... Тогда мы будем рассматривать это состоявшееся событие. Да, и скажете, что это механическое повреждение и гарантии не подлежит. Да, если вас это не устроит, то тогда будет проведение независимой экспертизы и, соответственно, тогда уже принятие решения. Мне интересно, что же такое механическое повреждение? Я не являюсь техническим специалистом и не могу вас консультировать по данному. Не могли бы вы меня соединить с техническим специалистом? Нет. То есть вы отказываетесь? Я вам отвечаю на поставленный вопрос. Всю информацию я вам предоставила. Все коммуникации будут происходить самым. Ага. И подскажите, мы не могли бы вы представиться? Анна Науменко. Ага. Хорошо. Спасибо. Спасибо за обращение. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.